Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня, как всегда, я, Дарья Кайсакова, представлю вам обзор фондовых рынков США за неделю. На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к продолжающемуся кризису в еврозоне, а также отчетам по прибыли от таких лидеров рынка, как Cisco Systems и Walt Disney. Прошедшая же неделя была богата макроэкономическими событиями, а финансовые рынки были сосредоточены на заявке в Facebook на публичное размещение акций в 5 млрд долларов США, а также внимание привлек сильный отчет Министерства труда США о количестве новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Dow Jones Industrial Average вырос на 156,82 пункта или 1,2% и закрылся в пятницу на уровне 12 862 пункта, достигнув максимума 2008 года и прибавив 1,6% за неделю. Nasdaq Composite потяжелел в пятницу на 45,98 пункта или 1,6% и завершил неделю, заработав 3,2% до отметки 2906 – наивысший уровень с декабря 2000 года. Индекс S&P вырос на 2,2% за пять дней. Вместе с Nasdaq он двигался вверх уже на протяжении пяти недель подряд. S&P поднялся на 19,36 пункта или 1,5% до уровня 1344,90. Это стало лучшим началом года для Standard & Poor's 1987 года. Из 30 компонентов Dow 28 росли. Возглавили рост бумаги Bank of America, прибавившей 5,2%. В понедельник фондовые рынки откроются под впечатлением от позитивной статистики о числе рабочих мест в США, которых, по сообщению, в пятницу стало больше на 243 тысячи в январе, а уровень безработицы в стране упал до 8,3%. Внимание рынков будет вновь обращено к финансовому кризису в еврозоне и переговорам касательно условий помощи Греции. Также на этой неделе рынки будут следить за решением по основной процентной ставке центральных банков Австралии, Британии и ЕС. Наряду с проблемами Европы американские инвесторы будут ждать публикацию квартальных отчетов лидеров рынка, включая Cisco, Disney, Coca-Cola и Visa. Итак, сетевой гигант Cisco считается результатом своей деятельности в среду. Производитель сетевого оборудования считается барометром, измеряющим поток инвестиций в корпоративные технологии. Аналитики, опрошенные FactSet Research, рассчитывают увидеть прибыль в 43 цента за акцию при выручке в 11,2 млрд долларов в год. На закрытии торгов в пятницу акции компании стоили 20,09 доллара США, подорожав на 0,29 пункта или 1,46%. Кроме того, котировки Micron Technology пошатнулись после того, как производитель памяти полупроводниковых чипов заявила о трагической смерти председателя Совета директоров и исполнительного директора Стива Эпплтона. 51-летний бизнесмен погиб в авиакатастрофе при падении небольшого частного самолета в городе Бойсе, штат Айдаха. Кроме того, вице-президент компании Марк Дюркен на прошлой неделе заявил, что собирается уйти в отставку в августе этого года. Акции компании в пятницу закрылись на отметке 7,95 доллара США. Надеемся, наша информация будет полезной для вас. До встречи на следующей неделе!